С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте, понедельник, начало недели, начало хороших встреч и хороших дел, потому что мы всегда с вами ухитряемся, успеваем, и именно в понедельник мы с вами и стараемся сделать так, чтобы то, что мы намечаем на этой неделе, всегда сбылось. Буквально несколько недель назад, может быть месяца полтора тому назад, у нас были гости, был Аркадий Фридман из Стейтен-Айленда и рассказывал о том, что им удалось, я не знаю, удалось, или их заметили, или как это получилось, мы тогда как раз говорили, 4 миллиона долларов было выделено штатам Нью-Йорк, выделено на строительство центра. Центра в Стейтен-Айленде, это один из частей города Нью-Йорка. И вот этот разговор, и, в общем-то, такая сумма, не каждый день такое происходит, этот разговор заинтересовал многих наших телезрителей, и они попросили вернуться к этой теме. Вернувшись к этой теме, я подумал, что было бы, наверное, интересно вам показать людей, которые как бы вместе с Аркадием Фридманом, вместе и создали такую обстановку, когда политические деятели Стейтен-Айленда обратили внимание на эту группу, на этих людей, и предложили не только свою помощь, но и предложили, как вы видите, помогли получить 4 миллиона долларов, которая, оказывается, не такая большая сумма, чтобы так рассчитывать, что она все покроет. Оказывается, чтобы строить центр надо намного больше, но об этом вы слышали в прошлой передаче. Сегодня я надеюсь, надеюсь, что нам удастся связаться и с Аркадием еще раз вернуться к этой теме, поскольку вы просили немножко более подробно об этом рассказать. Но и гости сегодня имеют самое непосредственное отношение вот к такому, в общем-то, грандиозному, большому, многомиллионному проекту. Стейтен-Айленд – это часть города Нью-Йорка, это такой большой район, в котором проживает более полумиллиона человек. И создание там такого центра – это не русский центр, я еще раз напоминаю, это центр культурный, центр, в котором просто многие из руководителей – это творческие люди, приехавшие из бывшего Советского Союза, говорящие на русском языке. И очень приятно, когда видишь, что вокруг этого проекта, какого-то интересного проекта, концентрируются, собираются люди, для которых не безразличен климат, в котором мы живем, ситуацию, в которой мы находимся, помощь друг другу. И поэтому я пригласил одного из людей, который, в общем-то, мне показалось, в этом проекте нашел какое-то что-то интересное для себя – это адвокат Алан Рос. У нас сегодня передача будет состоять из двух частей. Поскольку людей побольше, я бы хотел немного более рассказать о каждом из них, поэтому в первой части передачи мы познакомимся с Аланом Росом и его отношению к этому проекту, и почему он именно видит интерес для себя участвовать в этом проекте. А во второй части передачи у нас будут другие гости. У нас будет Тарас Кардашов и Леонид Филатов. Это уже артисты, которые непосредственно в этом центре и работают, и, в общем-то, помогают в становлении такого центра. Алан Рос, адвокат. Алан, здравствуйте. Добрый день. Ну, вы уже настолько слышали, как бы я нашим телезрителям пообещал, что вы расскажете, почему вам кажется, что этот центр может быть интересен. Почему вот вы, как человек, в общем-то, занятый, который есть чем заниматься, и я знаю, что у вас много разных интересов других, и, кстати, и клиенты у вас, как у адвоката большинстве, это англоговорящие люди, это американцы. И вдруг вы обращаете внимание и стараетесь каким-то посильным помощью оказать помощь этому центру. Сколько лет вы в стране? 21 год. 21 год. Как часто вы обращались вот в такие центры за помощью, я не знаю, за советами или... Как вы считаете? В общем, у меня не было необходимости обращаться за помощью. А почему же вы считаете, что такой центр, вот в этой центре, это может быть значимо? Я просто, как вам сказать, внутреннее ощущение, интуиция, плюс понимание тех изменений, которые происходят в жизни страны, мира в целом. Я вижу вот этот центр как бы знаковое явление. Я вижу, что тот мир, в котором мы живем, усиливает состремление к единству людей, усиливает состремление к взаимопомощи. И я считаю, что те сложности, которые испытывают люди, страна, могут быть решены только коллективными, совместными усилиями. И я считаю, что вот этот центр является таким местом, где вот будет формироваться вот, я бы сказал, иная энергетика. Энергетика, основанная на помощи, поддержке, учитывании интересов других людей. Вы это говорите сейчас вот как частное лицо или как юридическое лицо адвоката, который, ну как бы, привык мыслить какими-то такими категориями, как лучше это люди? Ну, моя профессия, так сказать, я представляю интересы ИСов, я представляю людей, которые пострадали в автомобильных авариях, упали на тротуары, медицинские ошибки и так далее. То есть, как бы, то, чем я занимаюсь, я оказываю помощь людям. Плюс, до того, как я стал адвокатом, я был учителем, я был социальным работодатом. Учитель чего? Учитель истории. История. Вот, я работал в средней школе в России, здесь я работал социальным работником, работал в Наяне, работал в организации, которая оказывала помощь пожилым людям на Брайтоне. То есть, как бы, остались вот эти вот тенденции, это готовность помогать людям. И я считаю, что особенно в данной ситуации, когда мы вступаем в период неопределенности, когда, так сказать, многие базовые ценности в стране будут пересматриваться, и определенные профессии, которые пользуются уважением или пользуются уважением до недавнего времени, могут оказаться менее уважаемы. Я считаю, что профессии, которые связаны с образованием людей, с воспитанием людей, профессии, которые помогают выявить лучшее в людях, я имею в виду учитель, социальный работник, люди, которые связаны с организацией коммунальных общинных мероприятий, они будут пользоваться большим уважением, чем до недавнего времени. Уважением или потребностью? Они будут более востребованы или более уважаемы, как вы считаете? Я считаю, что одно связано с другим. Потому что, если, так сказать, в угловой угла ставилось, так сказать, основной ценой все являлись деньги, то, естественно, люди, которые занимались удовлетворением этой потребности, пользовались наибольшим уважением. И с этим была связана, так сказать, и определенная, так сказать, очень высокая компенсация. То есть вы хотите сказать, что в будущем наши, ну, я не знаю, наши или какие-то новые мигранты будут посылать своих детей учиться не на юристов и врачей, а социальных работников? Все, все возможно. Все возможно. Если мы, так сказать, вспомним Советский Союз, то в Советском Союзе, как раз люди, связанные с творчеством, учителя, работники культуры пользовались наибольшим уважением. Ну, не финансово. Ну, вы понимаете, в чем дело, так сказать, при всем при том, учителя были очень уважаемы. То есть было признание общества роли учителей. И я считаю, в принципе, если вы посмотрите, так сказать, с точки зрения исторической, так сказать, всегда в обществах, так сказать, уважением пользовались поэты, писатели, философы, учителя, воины, люди, которые защищали страну. Но не, так сказать, люди, которые, так сказать, занимались финансовыми спекуляциями, скажем так. Поэтому я считаю, что, то есть я вижу, как меняются, так сказать, фундаментальные ценности, базовые ценности. Я вижу, поэтому это центр, это будущее. Очень интересная мысль. Ну, тогда я бы хотел немножко вернуться назад. Знаете, вы 20 лет в стране, да, 20 лет в стране. Скажите, вы, тем более, я вижу, такой человек наблюдательный, немножко философски настроенный. Изменилась страна, изменились люди? И даже, скажем, еще более конкретно. Изменились те люди, которых вы застали в Америке среди американцев и иммигрантов, и те, которых вы видите сегодня? Я думаю, что нужно немножко подождать, чтобы полностью увидеть эти изменения. То есть изменения идут подспудно. То есть, скажем так, последние 40 лет в этой стране, они были, скажем так, нетипичны для Америки. В том смысле, что был акцент сделан на развитии общества потребления. Мы сейчас являемся свидетелями того, как общество потребления постепенно отмирает. Потому что... А какое теперь будет называться общество? Не знаю, не знаю. Но дело в том, что тот высокий уровень жизни, которым, так сказать, пользовались американцы, он, так сказать, он не может положаться до бесконечности. И у меня все свидетелями того, что постепенно, так сказать, уровень жизни в этой стране, если не начал, то начнет падать. И, соответственно, сменятся приоритеты. Понимаете, например, люди, которые работали на Волстрит, которые получали огромные зарплаты, пользуются огромным уважением, сейчас они рассматриваются как пари. То есть люди потеряли работу. То есть люди, связанные с обслуживанием денег, финансовых структур, оказывается, что они никому не нужны. Не нужны в меньшей степени. Соответственно, так сказать, дело в том, что производство было вывезено на восток. Люди, которые остались здесь, их нужно было чем-то занять. Поэтому эти люди пошли работать в сферу обслуживания. Если падает спрос, а 70% экономики основаны на спросе, эти люди остаются без работы. Возникает проблема, как ее решить. Но это тема отдельного разговора. Да, это да. Я, кстати, с удовольствием, поскольку у нас сегодня как бы немного... Немножко углев, что может быть. Немножко другой. Я с удовольствием готов пригласить, что мы поговорили более философски о том, что происходит. Поскольку я вижу, что вы как бы серьезно этим занимаетесь. Скажите, вы находите время в своей адвокатской практике, чтобы и читать какие-то книги философские, исторические. Но вы историк. Так у вас душа продолжает лежать к истории? Да. Какой период истории человечества занимает сейчас вас? Есть какие-то периоды, которые для вас более интересны, менее интересны? Я бы сказал, что период, который возник 2000 лет назад. Период, когда возникло христианство. Потому что это был бы как бы знаковый период. Переходный. Переходный период. И сейчас мы, так сказать, тоже переживаем... То есть вы хотите сказать, что какая-то аналогия наблюдается? Да. Но дело в том, что в 2003 году же началась новая эпоха. Эпоха Водолея. Марти. Вы верите астрологии? Ну, безусловно, конечно. То есть относитесь к этому внимательно? Да. Да, да, безусловно. Мы сейчас сделаем так. Уважаемые телезрители, гости у меня, видите, интересны. И времени у нас не так много. Только вот первая половина часа, полчаса, первая половина передачи. Поэтому я хочу, чтобы вы имели возможность тоже, если у кого-то есть желание, задать какой-то вопрос или что-то комментировать. Пожалуйста, на экранах телевизора вы можете увидеть сейчас номер телефона. Звоните в студию, участвуйте в передаче и разговаривайте с моим гостем Алланом Росом. Росом, да. Да. Скажите, пожалуйста, я немножко возвращаюсь опять к центру и к людям, которые тянутся к этому центру. Но вы сами говорите, что вы как бы не обращались. То есть вы работали, вы все время как бы сами предлагали. Ну вот давайте вспомним, 21 год назад вы приезжаете в Америку. Куда вы пошли? В Наяну? Ну, вначале меня встретил Хиас. Хиас. А потом меня передали в Наяну. И я был клиентом Наяны. Наяна мне очень помогла. Сейчас Наяны нету, вы знаете, да? Нет, не знаю. Сейчас Наяны нету, поскольку как бы иссяк вот этот большой-большой поток. Но таким образом надо создавать новые какие-то, наверное, центры локальные, которые бы помогали, да? Безусловно, безусловно. И более того, Наяна мне помогла. И потом я работал в Наяне. Я был первым как бы социальным работником русским, который получил магистр... Вы его первым первым? Да. То есть были помощники, но я был первым как бы ведущим в Наяне. Ну, это был 88-89 год, был массовый наплыв русских эмигрантов. И как бы я поступил в Ешиво-Университет, в школу социальных исследований, делал магистр социальных исследований. Попутно я, так сказать, меня взяли в Наяну в связи с тем, что я знал русский язык и якобы уже специализировался в этой области. Мне что интересным кажется, что вы приехали, в общем-то, не, ну, скажем так, не школьником. Скажем так, да? Уже был определенный возраст, был определенный опыт учителя истории. И вот вы сейчас говорите, вы учились в Ешиво-Университете, вы стали юристом, адвокатом. Значит, вы прошли какой-то low school, что это называется правильно, да? То есть вы как бы поставили сразу для себя такой вектор учиться и получить американское образование? Да, да. Но дело в том, что вы понимаете, эта часть, видимо, это, так сказать, еврейской ментальности, то есть акцент на обучение. То есть я прекрасно понимал, что у меня не было нужных для Америки навыков профессиональных. То есть истории общества в виде никому в Нью-Йорке не были нужны. И я, так сказать, тяготел к сфере работы с людьми, и я поэтому стал социальным работником. И даже, так сказать, в адвокатской своей деятельности есть работы, так сказать, чисто канцелярские, библиотечные, где ты работаешь с бумагами. В моей работе я имею значительный контакт с клиентами. И как бы таким образом я использую себя не только как адвокат, но как бы я еще использую свои личностные какие-то характеристики. И плюс еще, так сказать, те навыки, которые я приобрел, будучи учителем, будучи социальным работником. Потому что ты имеешь дело с людьми, имеешь дело с эмоциями, имеешь дело с болью, с проблемами. Давайте, вы имеете дело с людьми, у нас есть звонки, и давайте с несколькими из них мы успеем поговорить. Балтимор, София, здравствуйте. Перевязки себе. Что-что, я плохо слышал. Я была у врача, он снял швы, я пошла домой. Сделать перевязки себе. Не, это что-то такое... София, мы с кем говорим? Секундочку, с кем я разговариваю? Я чуть приступ сердечный не начался. Кому мне обратиться? У меня всего... Понятно. Я прошу прощения, София. У нас сегодня как бы совершенно в другом направлении передачи. Поэтому я попрошу, Элиазар, Нью-Йорк. Здравствуйте, Элиазар. Алло. Добрый день. Здравствуйте, Элиазар. Здравствуйте. Приятно слушать ваш голос. Мне хотелось бы задать, если можно, пару вопросов адвокату Росу. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, уважаемый Алан Рос, вы проживаете в Стэттен-Айленде лично? Нет, я живу в Бруклине. А чем объяснить, что вы лично заинтересованы в создании русского центра, русскоязычного центра в Стэттен-Айленде? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я вам скажу, почему я задаю вопрос. Да, пожалуйста. Извините, я сразу предварю ваш ответ, если можно. Я знаю, что в Бруклине масса русскоязычных центров. В Стэттен-Айленде, у меня живет там сын, и я часто бываю. Там много русскоязычных людей. Мало того, я понимаю, что этот центр не религиозный будет, правильно? Да. Хорошо, Элизар, давайте послушаем. Так вопрос. Хорошо. На кого рассчитан центр, и почему его надо создавать в Стэттен-Айленде, если рядом в Бейридже, через мост, через Березана-Бридж, есть прекрасный центр. Бейридж-Джуиш-Центр. И не надо тратить эти 4 миллиона долларов. Извините, это мое личное мнение. Хорошо, Элизар, спасибо, спасибо. Да, пожалуйста, Алан. Дело в том, что, ну, во-первых, так сказать, этот вопрос должен быть адресован к человеку, который был инициатором этого проекта. Да, Аркадий, ну мы его адресуем, Аркадий мы в Индии. Ну, ваше, почему вам покажется, что это интересно? Ну, мне представляется, что, ну, дело в том, что Аркадий, насколько я знаю, он первый из русской общины, который создает этот центр. И я считаю, что важно, чтобы, так сказать, человек с русской ментальностью, с русским опытом стоял у истока в этого центра. Потому что, да, географически, вроде бы, так сказать, Бейридж близко, но когда ты переезжаешь через мост, у тебя совсем другое ощущение. Это как бы... Мне кажется, этот мост психологически настолько разъединяет. Да, абсолютно. Это совершенно два больших города. Два. Бруклин, это более миллионное население. Стэйтен Айленда, более, около полумиллиона и больше. Да. То есть... И я, например, знаю немало людей, которые живут в Стэйтен Айленде и практически не бывают в Бруклине. То есть их интересы, либо они работают в Манхэттене, либо они работают в Нью-Джерси, либо они работают в Стэйтен Айленде. И поэтому необходимо иметь центр в Стэйтен Айленде. Я знаю, что очень много людей покупает в Стэйтен Айленде. Сейчас дома, поскольку там цены не настолько высокие. Да. Кстати, точно так же можно, наверное, сказать о том, что вот в Манхэттене, на 90-х улицах, есть прекрасный еврейский центр. Да. Прекраснейший. Конечно. Но это далеко не заменяет все то, что есть прекрасного в Бруклине. Конечно. Одно другого не касается. Конечно. Понятно. Виктор Бостон. Здравствуйте, Виктор. Вы с нами в студии. Добрый день. Добрый. Добрый день, уважаемый. Да-да, говорите, пожалуйста. Я несколько минут назад, Борис задал адвокату Россу вопрос. Как вы считаете, господин Росс, изменились ли люди с того времени, когда вы приехали 20 лет назад, и вот сейчас, в связи со всеми, так сказать, делами, в связи с обстановкой и так. И господин Росс ответил, что да, изменились люди, кто-то увольняется, кто не увольняется. Но я думаю, он ответил, господин Росс, не точно на заданный вопрос. Люди, в принципе, не меняются в дне рождения, за очень маленьким исключением. Характер, взгляды на жизнь, привычки, человек никогда не меняется. Он приспосабливается, то есть это конформизм называется, приспосабливание к жизни. Тот, кто не может приспосабливать, он уезжает в другую страну, меняет образ жизни так. Но человек не меняется по сути, я еще раз повторяю, по характерам, по привычкам, по взглядам на жизнь. Это вы так считаете? Вполне возможно, Виктор. Хорошо, спасибо, мы сейчас послушаем, что скажет нам Алан. А что вы считаете, меняется? Вот рождается ребенок, вот у меня сейчас есть друзья, у них маленькие дети, совершенно маленькие дети. И я в них вижу уже проявление характера. То есть то, что Виктор говорит, я вижу в двухлетнем, трехлетнем ребенке, я вижу проявление характера. Как вы думаете, он меняется, вот люди, вы наблюдаете людей? Тем более вы вообще, как, я не знаю, человек, прямо внутрь должен, умеющий смотреть? Ну, давайте посмотрим на Россию. Как изменились люди на, так сказать, на протяжении сравнительно небольшого, с точки зрения истории, периода. Какой период вы имеете в виду? Ну, я имею в виду после распада Советского Союза и изменения, так сказать, экономической, политической системы. Случайно же мы говорим новые русские. То есть да, вроде бы язык тот же самый, так сказать, географически та же самая страна, но страна совершенно другая. Это произошло на наших глазах. То есть люди изменились. Я возьму другой пример. Может быть, Виктор прав, что люди как бы просто приспособились к капиталистическому варианту России? Ну, хорошо, возьмем другой пример. Возьмем Германию. За два-три года Гитлер полностью изменил менталитет страны. Страна полностью изменилась. То есть люди начали думать иначе, да? Ну, мы знаем, к чему это привело. Или даже возьмите Соединенные Штаты Америки, поговорите с людьми, которые, ну, таких людей практически не осталось, людей, которые пережили Великую Депрессию. У них совсем другой менталитет, совсем другие привычки. Другой взгляд на мир. То есть вы хотите сказать, что те люди, которые переживут, дай Бог, мы все успешно переживем этот кризис, мы будем уже другими? Безусловно. Безусловно. Я знаю, у меня есть приятель, который говорит, что раньше, когда я чистил зубы, вода в это время продолжала оттечь. И я считал это вполне нормально. Сейчас, говорит, когда я чистил зубы, я выключаю кран, чтобы вода не текла. Мне, я начинаю думать, слушай, сколько воды уходит? Он начинает... Маленький пример. В Японии, например, японская экономика, вторая экономика в мире, 25% японцев не ездят на машинах. А вчера была статья в нем, что богатые японцы, они, так сказать, приняв душ, они используют эту воду для каких-то других потребностей. Хотя они, так сказать, у них есть достаточно денег. Хорошо. Ладно, это отдельная тема. Нет, 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 это очень интересно, действительно, но... Надежда, Надежда, Надежда у нас из Сан-Франциско. Надежда, здравствуйте, вы с нами в студии. Алло? Надежда. Далеко Сан-Франциско, понимаете? Да. Когда сигнал дойдет до Сан-Франциско. Я понимаю. Тогда переходим ближе к Нью-Йорку. Людмила. Здравствуйте, Людмила. Вы в Нью-Йорке, вы ближе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос и спросить... Попробуйте. Я извиняюсь. Говорите. Почему так часто стали рекламировать похоронный дом? Просто невозможно слушать, вы понимаете? Хорошо, все понятно. Я могу ответить. Людмила, понятно. Это, в общем-то, входит в сферу человеческой деятельности? Да. Как куда деваться? Опять же, я отвечу философски. Да, пожалуйста. Знаете, есть история. Один раввин говорил членам своей синагоги. Раскайтесь за день до своей смерти. И они говорили, Рэббан, мы не знаем, когда мы умрем. И он говорил, тогда раскайтесь сегодня. А раскаяние на иврите – чуа. Возвращение. Я думаю, что, понимаете, в конечном счете смерть – это тот момент, когда, так сказать, выявляется истинная ценность, истинный смысл твоей жизни. Накануне смерти ты начинаешь смотреть назад на свою жизнь, и ты начинаешь задумываться. Но есть люди, которые начинают задумываться раньше, но есть люди, которые начинают задумываться накануне смерти. Поэтому, как бы, это знаковый момент, как бы, это экзамен, который все выявляет. Я, кстати, должен сказать, что у меня есть друзья, 30-40-летние молодые пары, которые себе приобрели участки земли на кладбище. И вначале это мне казалось как-то странно, для чего? А сейчас я подумал. Ну, и семь доставляет это какое-то ощущение цельности на здоровье? Ну, я думаю, что просто прагматизм. Прагматизм. Окей, может быть, мы успеем еще один звонок. Леонид, Сан-Франциско. Опять у нас далекая Сан-Франциско. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите быстренько. Я быстренько говорю. Значит, в том году давали по 300 долларов. Многие осесариваются, получили их, которые осесаривают. Вот хотелось бы разобраться, как они будут потом осчитываться, люди эти. Понятно. Хорошо. Если это, Аллен, вы готовы что-то ответить? Нет. Спасибо, Леонид. Вы готовы? Нет. Мы сегодня этим не занимаемся. Не занимаемся. Мы сегодня занимаемся центрами, которые могут помочь людям в этой ситуации. Не 300 долларов, не 200 долларов и даже не 500. А вот какое-то такое, знаете, морально-эстетическое, да? Ну, это как бы зерна, зерна. Как бы ты сажаешь зерна. То есть, людям надо все-таки быть вместе, вы считаете? Я считаю, да. Я считаю, да. Только когда они вместе, им легче переживать, им легче выживать, им легче жить. Ну, на самом деле, по большому счету, внутренне, так сказать, на глубинном уровне мы все едины. Так сказать, как бы на физическом плане мы... Поэтому вы не против, если центра будет больше? Конечно. То есть, вы увидели себя, возможно, вот, приложить вот к такому центру. Если завтра будет что-то возникать, у вас не возникнет мысли, а почему, зачем еще там еще? Чем больше будет возможности людям приходить? Конечно. 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 Потому что это те вложения, которые всегда принесут прибыль. Понимаете? Если ты вложишь в стаки, так ты, вероятно, больше... Ты больше их не увидишь. Ты больше их не увидишь. А здесь ты реально увидишь. То есть, что, какого-то инвестиций могут принести больше и больше пользы. Хорошо. Мне очень интересно было с вами даже не дискуссировать, а философствовать. Поэтому я с удовольствием вас приглашу и вы будете моим гостем в передаче, когда мы сможем более широко поговорить об этом. А сейчас я хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли участие в передаче. Уважаемый телезритель, у нас был Аллен Роз. Он юрист, но, как вы видите, и философ, и человек, который мыслит намного шире, чем просто юрист, как мы это привыкли воспринимать человека, заинтересованный только в своей специальности. Итак, сейчас у нас перерыв, а затем у нас новые гости. Деньцы называли его священным. Уникальное, целебное чудо-озеро во Флориде с минеральными водами. Компания B&B Springs обеспечивает вам чудо-отдых на чудо-озере. Пожалуйста, звоните нам по телефону 866-552-5733. Доктор Эмма Мастерс – член Американской Академии у толерингологов с 25-летним стажем работы. Успешно лечит острые и хронические заболевания уха, горла и носа у взрослых и детей. Если вы простудились, болят уши, горло, мучает кашель и насморк, не тяните. Обращайтесь в центр доктора Эммы Мастерс. Ее голос нельзя забыть. Каждая ее новая программа – откровение. Ей мечтают вручить свои новые песни самые маститые композиторы и поэты. Ей единственные из русских исполнителей стоя аплодировали зрители самых престижных залов мира. Олимпия в Париже и королева Виктории в Лондоне. Елена Камбурова в новой программе «Другие времена». И, как всегда, рядом блистательный дуэт музыканта-виртуозов Олег Синкин и Вячеслав Голиков. Елена Камбурова в новой программе «Другие времена». Вам нужно все. И все это вы найдете в газете «Русская реклама». Ваш бизнес в ваших руках. «Русская реклама». Только в наших газетах. Самая надежная и полная информация. Только три дня. 20, 21 и 22 февраля. Дубленки и шубы европейского производства из новой коллекции «Манзари» будут распродаваться со скидкой от 50 до 70%. Выставка распродажа пройдет в «Ошиана Кейтерерс» на первом этаже здания театра «Миллениум». Огромный выбор шубы-дубленок от лучших европейских производителей прямо из выставочных залов Франции и Италии. Справки по телефону 718-259-1949. Очаровательная Вера Алентова и неповторимый Владимир Мельшов в блистательной комедийной мелодраме «Писанская башня». В конце концов, семейная жизнь, она ведь как «Писанская башня». Вот падает, падает, а может быть никогда и не рухнет. В Москве на этот спектакль не попасть. Попробуйте в Америке. Возможно, повезет. По вопросам размещения рекламы на Артен звоните 1-800-222-27-86, добавочный 213. 1-800-222-27-86, добавочный 213. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Мы продолжаем ее и говорим о том, что объединение людей, о том, что встречи человеческие, теплые встречи, они всегда помогают нам жить. Я, прежде чем представлю наших новых гостей, я хочу буквально два слова сказать о тех письмах, которые я получил. Получаю я много писем разных, скажем так, но вот два письма я хотел бы выделить. Я хотел бы показать вам вот такая вот есть книжечка, видите, она называется «Почему». Ее написала Марина Ускова, Марина Ускова, и она написала о том, что она издала свою первую книгу. Я пишу уже несколько, пару лет, начиная еще с Гомеле начинала, Марина Ускова пишет. И мне очень хотелось вот написать книгу для детей, и первая книга, которую я издала, я хочу подарить вам и присылаю вам. Прекрасно, вы подарили не только мне, вы подарили всем нашим телезрителям. Прекрасная книга, и я поздравляю вас, поздравляю с выходом книги, которая называется «Почему». Тут есть много «Почему». «Почему дым», «Почему зимой», «Почему прививки», «Почему летом», и «Почему так», и «Почему соседи», и много-много «Почему». Книга прекрасная, мне очень понравилась, так что продолжайте, продолжайте «Почему», это очень хороший вопрос. И еще одно письмо, которое я тоже хочу вам буквально занять еще несколько секунд. Это письмо написал Михаил Кац, но он пишет уже не о себе и не о своей книге, он пишет о своих друзьях. Он пишет о том, что у него есть друзья, мои киевские друзья, живущие сейчас в Филадельфии, Александр Штейнберг и Елена Мищенко. Они относятся к тем людям, которые очень симпатичны, интересны, мне кажется, будут для всех. Так он предлагает нам гостей. Они из Киева, он получил, Александр, первую премию за памятник бабе Яру. А приехав сюда, они написали книгу, муж и жена написали книгу, которая называется «Лики времени» о жизни и становлении талантливых эмигрантов, прославивших себя в Соединенных Штатах. Он говорит, большое спасибо, прежде всего, Михаил Кац, спасибо за то, что вы рекомендуете своих друзей для нашей передачи. Я с удовольствием позвоню, познакомлюсь и приглашу ваших друзей. Спасибо за ваши письма. Я хочу сказать, что с удовольствием в каждой передаче обязательно буду теперь уделять несколько минут, в которых рассказывать вот о таких письмах и людях, которые расскажут или о себе, или о своих достижениях, или о своих самых близких знакомых. А мы с вами, тема такая у нас сегодня, социальная тема, поскольку мы говорили о том, что вот 4 миллиона, центр в Стейтен-Алленде, недалеко от Манхэттена. Хорошо это или плохо? Оказывается, хорошо. У нас Аллен Рос, так говорил, наш гость-адвокат. А сейчас у нас в гостях Тарас Кардашов и Леонид Филатов. Совершенно другой жанр. Я объясню, почему. Пожалуйста, Леонид Филатов. Я думаю, что это нашим зрителям это покажется интересным. Да, пожалуйста. Вот такая вот шапка. Дело в том, что Леонид Филатов и Тарас Кардашов были артистами российской эстрады. Они приехали в Америку и сейчас, вот Тарас Кардашов, вы сейчас на экране, Тарас Кардашов. Тарас Кардашов вот в этом самом центре, который строится, ведет занятия, занятия, какие занятия? Мы ведем занятия танцами. Это бальные танцы, это балет, джаз, хип-хоп, даже wedding dance. С маленькими детьми от трех до пяти, чуть-чуть постарше и со взрослыми даже у нас. Ну, я понимаю, да, что вы любите эмотировать публику, вы любите хорошие, интересные, красивые выступления. Да, но главная работа у меня, я как бы являюсь директор-менеджер шоу Леопатра и Леонида. Здесь в Америке он имеет... Лео, Леопатра. Да. Ну, Лео как-то... Это Лео, по-английски это Лео. Так, а Леопатра, ну мы взяли... Леопатра, что ли? Нет. Убрали слово букву К? Нет, мы взяли производный, как Виктор Виктория, к примеру. Ага, вот так. Был фильм, да. Здесь мы сделали не Лео, Клеопатра, а Лео и Леопатра. Мы посчитали, что это как-то более-менее интересно. Давайте мы остановимся, что вначале мы посмотрим такой маленький-маленький ролик. Мы попросим показать. И таким образом мы познакомимся лучше с нашими гостями. Пожалуйста, покажите нам первый видеоклип. Мы ждем, что-то еще раз по-английски. Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Это о чем вы говорите? Еще раз повторите, пожалуйста. Это 12 марта состоится вечер, в котором были награждены представители нашей общины, а также женщина, ассемблии вумен нашего округа, благодаря труду которых косвенному или прямому удалось добиться авторитета и возможности получить помощь правительства штата. Это где будет проходить? Еще раз? Это где будет проходить это мероприятие? Это будет проходить в здании Джоишского комьюнити-центра, самого крупного комьюнити-центра в Америке, в Статен-Арленде, на Мэнер-Роуд. Если есть желающие представители бизнеса еще попасть туда, прыгнуть в последний вагон, они могут позвонить на мой телефон. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вообще вот такие вот мероприятия, как люди тянутся на большие какие-то ваши мероприятия в Статен-Арленде? Вы получили, ну, я знаю, признание, скажем так? Вам доверяют? Уже если к вам прийти, то это будет интересно? Да, последнее мероприятие было в Вагнер-Халыч. Оно показало, действительно, что нам доверяют. Там было представлено 6 общин Нью-Йорка. И мы, наверное, смотрелись лучше всех по общему признанию. Кстати, Леня Филатов в своей группе выступал, и там просто все потрясены были тем качеством и тем искусством, что он показал. То есть это одно из событий. Я просто хочу сказать, что кто, кто попадет 12 числа на Мэнер-Роуд, они увидят, насколько это отличается от того, что происходит в нашем... Хорошо, тогда мы возвращаемся к нашим гостям, а я вам очень признателен, что вы смогли с нами связаться и выйти в эфир. Спасибо, Аркадий. Спасибо большое всем. Удачи вам. Всего удачи. Леонид, Тарас, мы возвращаемся к вам. Мы получили как бы мнение о вас, поэтому все нормально. Леонид, скажи, пожалуйста, ну, в общем-то, мы сейчас увидим там и фотографии, и другие. И тем приходится встречаться с очень многими людьми, которые занимаются как бы шоу-бизнесом, интертейментом от самых известных фамилий, я не знаю, там, американских и русских. Как ты себя чувствуешь среди них? Ой, прекрасно, вы знаете. Знаете, как говорится, не родись красивым, а родись счастливым. Ты счастливый родился? Я думаю, что я родился счастливый, дай бог не сглазить, потому что много артистов, много русских артистов, которые приезжают в эту страну, и они, к сожалению, не могут состояться. Я думаю, я один из немногих, которому выпала такая возможность. Секундочку, секундочку. Давай мы быстренько секреты откроем, или ты не открываешь секреты. Каким образом тебе это удалось сделать? Не сдаваться, верить в себя и идти вперед, несмотря ни на что. И поэтому, когда мы сейчас работаем вот в этом же комьюнити-центре и учим детей, мы учим их настойчивости. Мы их учим тому, что если вы что-то хотите в этой жизни, вы не можете, простите, «Мама, купи мне это! Папа, купи мне это! Ой, я не могу, я не хочу, у меня ничего не получается». Вот именно, чему мы и учим наших детей сейчас, учиться быть, знать, что они хотят в этой жизни и тому, как это добиться. Скажите, вот вы живете в Бруклине, вы не живете с Тейден-Ландой, вам надо переезжать через мост, вам надо... А мост, в общем-то, и там деньги... 10 долларов сейчас стоило. У нас был вопрос в первой части передачи о том, что, а зачем вообще там за мостом строить, если можно построить здесь, на территории Бруклина? Почему вы ездите в Тейден-Ланды, почему вы считаете, что это место должно быть Богом не забыто? Объясню, потому что все мы живем в своих районах. Мы не ходим в магазины за 10 кварталов, мы переходим улицу, чтобы купить продукты. То же самое, уставшие родители, они не могут везти своих детей через мост, чтобы они учились танцам. Они их отвезут один день, второй день, на третий день не скажут. То есть ты готов переехать? Но это моя работа, а родители скажут, да вы что, я там 10 часов работал официантом, или там я был лойером, я подписывал контракты, еще я своего ребенка повезу час через мост, чтобы он у меня потанцевал. Я считаю, что в любом районе должны быть такие школы, образование принадлежит народу, поэтому мы идем в народ. А для Бруклина мы работаем и в Бруклине. И в Бруклине. Мы сейчас посмотрим несколько фотографий, мы просим показать. Наташа, покажите, пожалуйста, нам несколько фотографий, и мы их прокомментируем. Это Леонид в Лас-Вегасе, Хард-Рок-кассина, шоу называется Бичерс Мэтт Хаус. То есть вас двоих и Леонида конкретно знает американская света, вот Лас-Вегас. Ну да, слава богу, Хард-Рок выпустил чип, ну я имею в виду как-то фишка, так называется Леонид за Магнифисент. Так что приезжайте в Хард-Рок, играйте, я вам приносу удачу. Фишка стоит 25 долларов. Понятно. Это что-то такое милитаристское такое, да, сегодня 23 февраля, да, поэтому что ли? Это наш коллектив, наши танцоры, люди, которые помогают Леонид. А у вас группа, да, у вас группа, то есть вы не... Мы работаем не просто так, мы работаем в большие концерты по два с половиной часа, вот. Леонид работает в сольные концерты по два с половиной часа, программа очень... Два с половиной часа танцевать? Да. Ну, петь, и... Скажи, пожалуйста, а ты тренируешься, каждый год ты делаешь зарядку, я не знаю, там, дыхательные упражнения йоги или еще что-то нет? Да нет, просто как-то... Организм так сложен. Как организм? Ну, я открою секрет, сейчас у Леонид контракт с Метрополитен Опера. И он работает где-то до июня с Метрополитен Опера. Понятно. Смотрим дальше фотографии. Следующая фотография у нас какая? Что там у нас такое интересное есть? Алло? Да, у нас нету. Скажите, да, вот, пожалуйста, вот такая очень-очень строгая фотография. А, это вот Тарас, это вот он несколько лет назад в Москве, то есть он профессиональный танцор бального танца, и он выступал и представлял Россию на международных конкурсах, и также вот в проекте представления России за рубежом. Понятно, следующее, что у нас там, это... Порис Хилтон. А, это Порис Хилтон, да? Да, то есть мы, конечно, очень... Вы с ней тоже выступаете? Так она провальная, у нее много провальных мероприятий, нет? Кстати, она очень оригинальная и своеобразная девушка, если вы ее знаете не просто по пиару, по газетам и по той публикации, которой они дают массовой информации, она, кстати, не такая уже и глупая, она намного умнее. А она стала умнее после того, как отсидела, там, сколько она, 40 месяцев? Если ты была в тюрьме. Я думаю, что это был просто такой один из ее рекламных трюков. Ну, не совсем. Она очень очаровательная женщина, уже, будем так говорить, не девочка, а женщина, и она знает, что она хочет. И она очень хороший друг, между прочим. Понятно, и что там у нас еще, еще, кажется, одна фотография у нас, последняя, последняя, последняя. А, это Леоня, танцуют бальные танцы. Я думал, ты только любишь экстравагантные шляпы, и нет, оказывается... Нет, вы понимаете, это вот, кстати, одна из наших учениц нашей больной школы. То есть, когда, например, дети занимаются художественным рисованием или еще пением, родители тоже могут брать у нас уроки, и чтобы не сидеть в коридоре и ждать, когда их дети освободятся, они тоже могут приятно провести время и научиться чему-то. И с вами, и с вами, и с вами. Заходите, а вот, как бы, вот этот центр стоит на Лаланде. Кто больше там, русских или англоговорящих? Конечно, русских. На сегодняшний день там, в основном, занимаются русские дети. Но является тенденцией того, что этот дом очень профессиональный, там профессиональные педагоги, все прекрасно говорят на английском и на русском языках, то американцы тоже стали приводить. Потому что... Америка! А я представляю, когда это будет построено, 4 дня. Да, да, да. Когда Абхадий говорит, что это мало денег. Давайте посмотрим еще теперь видеоклип, рассказывающий и показывающий более, коль у нас есть такая возможность, у нас такие гости, которые... Это уже коллектив, да? Да. Я понимаю так. Это коллектив или Лео Лео Патра? Вот видите кусочки таких из концепта? Это тоже у нас Лео Патра, или что это? В Коклине, в Квинсе, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, но вот это чисто русский проект. Красиво, и в то же время не слишком экстравагатно. Это кусочки из последнего концерта с Авраамом Руссо. Да, мы работали с Авраамом. Сольный концерт с Авраамом Руссо. Конкурсы, шоу, сладьбы, бармыска, бармыска. Все, что русские люди любят, знаете, как хлеба и зрелищ нашим людям надо. Поэтому мы им предоставляем зрелище на любой вкус. Тебя часто приглашают на телевизионные передачи? Вот я смотрю там. Часто ты бываешь на телеэкранах? Вы знаете, я, наверное, такой яркий, такой экстравагантный, да тем более еще и мейгрант из России, что, конечно же, я выражаю много интереса для американцев. Вот когда вопросы задают, много присутствует вопросов, связанных с эмиграцией? Нет. Нет. Спрашивают, наверное, один вопрос, почему вы уехали? Всех интересует. И как вы, из чего здесь добились? И где вам больше нравится, в России или в Америке? То есть это обычные три вопроса. Все остальное о творчестве, о дальнейших планах и как нам здесь живется. Но мы ограничимся творческими. Какие планы? Вот то, что мы видим, это то, что самое-самое, о чем мечтается? Или есть какой-то план, я не знаю. Нет, вы знаете, почему? Или вот в связи с центром этим, что-то такое, особая студия. Вы знаете, я очень часто встречал людей, которые так на меня смотрели и говорят, а зачем тебе вообще это надо? Ты вроде как и востребован на эстраде, и зарплата у тебя хорошая. Преподавать, вот и ретьми скажут, но это же вроде как адский труд. Там 10 детей держать в узде и учить их делать там батман-плие или еще что там, тандюши. И приходится им объяснять, что век артиста недолог. Сегодня я вас требован, а завтра я могу сломать ногу, или поменяется что-то в моей жизни, и я останусь у разбитого корыта. То есть для меня вот этот как бы центр, это еще как бы защита от чего-то неблагоприятного в моей жизни. Какой-то поворот, отступной. Да, подстраховка, я не стесняюсь этого сказать. Поэтому все профессии хороши, выбирай на вкус, как говорят. Понятно. Тарас, а ты являешься как бы… Директор-менеджер. Директор-менеджер. Да, дета-продюсер. Дета-продюсер. Да. Скажи, пожалуйста, ну вот ты же сам ведь солист бальных танцев. Бальных, да. Тянет сейчас танцевать, приходится танцевать. А ты выступаешь? Ну, иногда я работаю для, ну, чисто для американских компаний. А, просто как бы сольное выступление. Да, так, для себя, для как бы так. Но главная работа у меня, конечно, в продюсировании, и заниматься, быть директором. И коллектива, потому что, особенно сегодня, в условиях кризиса, немножечко все становится немножко тяжелее. Ну, давайте мы все-таки, может быть, попробуем сейчас попросим показать телефон. У нас есть хотя бы 5 минут, 4-5 минут. Может быть, кто-то из наших телезрителей еще пожелает что-то спросить, поскольку мы так заговорились, заговорились. Скажите, пожалуйста, ну вот вы вместе здесь работаете. Вам приходится, как бы, в России бывать и сейчас тоже? Я летаю каждый год в Россию, потому что мои родители живут до сих пор в России, они не собираются переезжать. И поэтому я езжу навестить и помочь им материально и морально поддержать. Вот так. А в плане работы, вы понимаете, какая штука? Если ты здесь живешь, ты здесь и работаешь. На два дома разорваться нельзя. Если я уеду в Россию, попытаюсь поднять свои старые связи, меня забудут здесь. Если я остаюсь здесь, значит, меня забывают в России. Да. Мы смотрим еще один видеоклип. Отлично. Завершающий видеоклип, который... Отлично. Именно то, что видит американская публика. Да. А вот... Это с концерта Филиппа Киркорова. Еще в России. Это Греция. Это ты, да? Да, да. Это вот мой скандальный образ, который мне принес... Это Алла Пугачева. Да, это танцующий с Алла Пугачевой. Да, вот часто мы часто видим... Вот, например, выступает Алла Пугачева, Киркоров или Леонтьев, и видим карди-балет вместе с ними. Но мы, ну, как бы, не задумываясь о том, кто эти люди, которые, как бы, бэкграундом выступления идут. А очень часто же это бэкграунд, это... Оригинальные архивцы, да. Обычно это или спортсмены мирового уровня, особенно если это взять балет Тодос, Аллу Духову, у нее прекрасные коллективы. У Филиппа Киркорова это профессиональный танцор из балетных училищ, и у многих даже люди, которые уходят из Большого театра. Из Большого театра уходят свои училища... Потанцовывать, да, и это не секрет, что платят, к сожалению, на эстраде больше. И вот за такой экстравагант, который я показываю, ставки в три раза больше, чем если бы я работал классическим артистом. Это Джимми Кима Лайф, это дирекция. Ну ты настолько разнопланов, настолько... Ты от огня до воды, от пола до горы, да. Корабля на балке. Да, да. Артист оригинального жанра. Это так называется? Да, в России назвался. Артист оригинального жанра Леонид Спилатов. Окей, хорошо, давайте мы попробуем один звонок, буквально, все, спасибо. Один звонок у нас, у нас, у нас, у нас... Нью-Йорк, Сюзи, Сюзи Нью-Йорк. Да, здравствуйте, Сюзи, вы с нами в студии. Здравствуйте. Только у вас пять секунд, пять секунд. Я только включилась, у меня один вопрос. Я готовлю большое торжество, и можно ли этих людей пригласить... Нет, это не реклама. Это не реклама, я, к сожалению, никаких... Ну, пригласить можно. Пригласить можно. И приятно слышать, что хотите пригласить. Но это не реклама. Молодые люди, времени не так много, а жизнь еще короче. Успевайте, удачи, хорошего, действительно, вы произвели на нас хорошее впечатление. Видите, вот этот последний звонок, это как такая жирная-жирная точка. Вас приглашают. Значит, все, вы нужны людям. Конечно. Особенно детям. Большое спасибо, Тарас Кардашов и Леонид Филатов. Большое спасибо. Спасибо, Борис. И, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен и вам за то, что этот час вы провели передачу «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенцер. Всего хорошего и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова